Руслан Сафаров, капитан сборной России. Руслан, первый матч и твой первый гол на турнире. Расскажи, как это произошло. Ну, обычно играем. У нас в стиле игры такой футбол. Воротари должны уметь играть ногами, подключаться. На одного игрока, чтобы больше было. Ну, так получилось, что забить не удавалось. Пришлось ударить издали. Ну, попал хорошо. Распечатывал ворота. Приятно. И самому приятно. Ты в составе национальной сборной. Шесть лет назад также выступал здесь, на Крите. Вообще, расскажи, как изменилась сборная за эти годы? За эти годы сборная изменилась сильно. Остался, получается, один я из того состава. Видимо, молодею. Все классно. Парни, у нас сборная, очень сильная сборная. Тут можно и сборной России делать пять составов сборных. То есть, за каждое место идет борьба на чемпионатах России, на КФЛ. Все, кто доказывает, все играют в сборной. И вот уже буквально две недели назад доказали. И клубный чемпионат мира 7 на 7. И среди сборных мы лучшие. Вот осталось попробовать 6 на 6 выиграть чемпионат мира. Будет непросто, конечно, 40 сборных. Но надеюсь, мы привыкнем к полю, к мячу и покажем свою хорошую игру. Дай бог, все будет хорошо. Ну, показалось, что наша команда сегодня достаточно долго втягивалась в этот поединок. Дальше будет легче, дальше будет проще? Ну да, и хотелось бы, чтобы дальше было легче. Потому что все равно как-то в голове держали, что сборная Индия, что не совсем серьезные соперники. Недооценили немного, а ребята вышли и начали биться. Ну и к поляне все равно тоже нужно привыкнуть. Ребята с дороги. Во втором тайме уже чуть-чуть по-другому начали играть. Я думаю, что впереди будет больше и лучше. Матчи группового этапа здесь будут через день. Это плюс или минус? Кстати, это впервые. Впервые. Я не знаю, плюс это будет или минус. Мне кажется, что для нашей сборной было бы хорошо играть каждый день по одной игре. Вот это и в тонусе, и настрой. А вот через день это для нас впервые. Видно будет. Спасибо огромное. Спасибо вам.